Спасибо. Итак, что мы знаем на настоящий момент, если не брать вот этих результатов последних исследований, раки желудка. Крайне гетерогенные заболевания, но здесь никакого секрета нет, все это прекрасно знают. То же самое можно сказать для большинства солидных опухолей. Две основные классификации, это классификация Возовская по системе ТНМ и классификация Лорен. Обе они основаны в основном на гистологических формах, мало связи с этиологией и патогенезом, но тем не менее широко распространены, практически всеми пользуются. Есть определенные формы, которые ассоциируются с прогнозом и этнической принадлежностью. Ассоциация с терапевтическими возможностями весьма неоднозначная. По сути, существует только один валидизированный биологический маркер, который позволяет нам определять терапию. Это гиперэкспрессия и амплификация HER2. Вы тоже это все прекрасно знаете. Поэтому, конечно, весьма актуальным стало такое многопрофильное молекулярно-генетическое исследование, которое было проведено силами глобального проекта TCGA. Хочу немножко рассказать вам о этом проекте. Это очень серьезный проект, который был начал в 2006 году, когда стало понятно, что новые технологии секвенирования следующего поколения и подобные им способны дать огромное количество информации. Изначально в 2006 году программа предусматривала изучение 20 наиболее распространенных типов опухоли с наихудшим прогнозом. Туда вошел естественный рак желудка, который, как вы знаете, является четвертым по частоте онкологическим заболеванием и второй по частоте после рака легкого причины смертности. Первоначально планировалось исследовать по 200 образцов замороженной ткани каждой опухоли с обязательным здоровым контролем. Но стало быстро понятно, что этого недостаточно, поскольку действительно гетерогенность опухоли слишком велика для того, чтобы делать какие-то выводы по такой группе. И сейчас идет речь об увеличении числа опухолей до 50, то есть видов опухолей, и образцов до 2000. Надо сказать, что программа полностью финансируется государственными структурами. Это Национальный институт здоровья и Национальный институт генетических исследований. Суммы выдаются там, мне кажется, феноменальные. 6 миллиардов долларов выделены на этот проект. Если бы у нас давали хотя бы половину, я думаю, мы были бы вообще уже давно впереди планеты всей. Какие же исследования проводятся? Полногеномное секвенирование, исследование транскриптома, то есть работы генов, эпигенетики, протеомики, метаболомики и очень сложная биоинформатическая обработка. Поэтому, конечно, занимает это все достаточно много времени. Что же было сделано для рака желудка? Основная группа, которая работала по этой программе, это группа Эдема Басса из Дана Фарбер. Но на самом деле участвовало в проекте более 200 человек. Было исследовано 295 образцов свежей опухолевой ткани пациентов, не получивших ранее химию и радиотерапии. Надо сказать, что это все были больные с локализованными формами опухоли. Все они были операбельны. И практически все, не совсем все. И материал брался во время операции. В качестве здорового контроля использовались либо клетки крови этих пациентов, либо клетки здоровой слизистой. Проводилось исследование на шести платформах. То есть проводилось полное секвенирование экзома, то есть работающие части генома. Не весь геном, а только та часть, которая имеет значение для экспрессии белков. Проводилась сравнительная геномная гибридизация, которая позволяет оценить количество копий генов, дилеции, амплификации и прочие сложные нарушения. Исследовалось метилирование ДНК и исследовалось также микро-РНК. Это основные механизмы регуляции экспрессии. А также проводилось секвенирование протеинов. 77% всех образцов были успешно протестированы на всех шести платформах. Дополнительно в 177 случаях была изучена микросателлитная нестабильность. И довольно сложная биоинформатическая обработка, поскольку все вот эти данные нужно было как-то свести в одну форму и каким-то образом попытаться разделить эти группы, проводилась она с помощью довольно сложной системы, которая называется i-кластеры, которая, собирая полученную информацию, позволяет каким-то образом разделить вот эти вот группы на более или менее однородные части. Что же получилось в результате? Оказалось, что, в принципе, все образцы разделились на четыре вполне себе четко дифференцированных группы. Первая группа около 10% – это Эпштейн-Бар, ассоциированный рак желудка. Он характеризовался довольно серьезным метилированием промоутеров в большой части генов, то есть огромное количество генетических генов не работает, они замалчиваются. Примерно 20% обуславливалось микросателлитной нестабильностью. Вам это понятие хорошо известно из истории колоректального рака. Это вот такое микросателлитная нестабильность, она вызывается нарушением в генах, которые отвечают за репарацию ДНК. Примерно 50% – самая большая группа, это группа с хромосомной нестабильностью, то есть та группа, где наблюдаются серьезные нарушения генома, такие как делеции, амплификации, большое количество транслокаций. И по остаточному принципу, надо сказать, была выделена группа с так называемым стабильным геномом, где вот эти вот нарушения не определялись. Но, тем не менее, в ней оказались свои весьма интересные генетические нарушения, о которых мы немножко поговорим. Итак, первый потип – ассоциированный с вирусом Эпштейн-Бар. Вообще, это не новость. Все прекрасно знали и до этого, что есть рак желудка, ассоциированный с вирусом Эпштейн-Бар. Локализуется он преимущество в антральном отделе в теле желудка, почти не бывает в кардии. Характерные черта и, собственно говоря, основа патогенеза вот этого рака, ассоциированного с вирусом Эпштейн-Бар – это высокий уровень метилирования промоутера. В том числе в стопроцентных случаях метилируется такой ген с цикленно-зависимой кеназы 2А, который является одним из основных опухолевых супрессоров и регуляторов клеточного цикла. Очень интересная находка оказалась высокой частотам мутаций гена 5.3. По практически 80%. Надо сказать, что эти мутации были не совсем кластерированы в хорошо известных нам зонах, разбросаны практически по всему гену, но тем не менее все они оказывались важными для онкогенеза. Кроме того, определялась экспрессия и амплификация таких генов, которые обусловливают экспрессию PD-1, PD-L1, вы тоже знаете, это леганды программируемой смерти. В большом количестве случаев обнаруживалась активация вот этого пути. И также амплификация гена JAK2. Что, собственно говоря, какие потенциальные выходы на лечение мы имеем, получив вот эту информацию? Ну, конечно же, это возможности таргетной терапии. Во-первых, это использование ингибиторов в PI3K, которых сейчас огромное множество. Мне кажется, только неленивые сейчас не делают эти ингибиторы и сочетают их с химиотерапией, либо применяют без нее. Новая иммунотерапия – это неволумаб, пембролизумаб, которые показали прекрасные результаты при лечении меланомы, например. Возможно, они будут работать и в этой группе пациентов. Блокаторы циклинозависимых киназ и JAK2. Протоколы такие уже идут, но, естественно, это все протоколы ранних фаз, и когда мы узнаем результаты этих исследований, пока не совсем понятно. Следующий подтип – это подтип, обусловленный микросателитной нестабильностью. Здесь тоже важную роль в генезе вот этого заболевания играет метилирование, то есть выключение генов. Но здесь совершенно другая история. Здесь выключаются гены, которые отвечают за репарацию ДНК. Поэтому в структуре генетической появляется огромное количество мутаций. Так называемый гипермутационный фенотип. Определяется также высокий уровень экспрессии генов регуляторов методической активности. Какие же гены мутируют? 5 и 3К. Вот здесь их примерно 40% мутированных случаев. И здесь как раз мутации более-менее четко кластерируются. Мутации генов HER2 и HER3, не амплификация, а именно мутации, очень характерные для этой группы. А также мутации в нетранслируемом регионе EGFR. Что это означает? Это не те мутации, на которые будут работать хорошо нам известные ингибиторы тирозинкиназ. Но это означает то, что регуляция гена HER2 нарушается, потому что именно к этому региону присоединяется микро-РНК, которые определяют работу этого гена. Что вообще нам дает полученная информация? Возможности таргетной терапии. Это блокаторы HER2 и HER3. Надо сказать, что если для колоректального рака, нам всем хорошо известно, степень чувствительности к химиотерапии, к адевантной химиотерапии, рака обусловленного микросетельной нестабильностью, здесь история непонятная. Потому что, собственно, есть единичные исследования, но результаты их весьма разноречивые. То есть это все еще будет, видимо, исследоваться далее. Следующий подтип, самый большой, это обусловленный хромосомной нестабильностью, то есть серьезными нарушениями генома, амплификацией генов и делецией генов. Здесь, надо сказать, превалируют мутации гена P53 в 71% случаев. Наблюдается значительно анеоплоидей, то есть изменение числа хромосом, и нарушение копийности генов рецепторов тирозинкиназ. Если вы посмотрите, вот это как раз та самая группа, где наиболее часто встречается амплификация гена HER2. И расположение пищеводо-желудочный переход, тоже тем, кто занимается этой проблемой, хорошо известно, что как раз большинство пациентов HER2-позитивных, это больные с раком пищеводо-желудочного перехода, как правило, лифузная донкарцимома. Кроме того, амплифицируется большое количество генов, таких как ЦМЕД, циклин Д1, FGFR2. И что, собственно говоря, это нам дает? Естественно, возможности таргетной терапии, использование специфических антител, хорошо известно использование тростозумаба, возможно использование бивоцузумаба, препараты в направлении против ЦМЕД. Кстати, сейчас уже появились публикации, где описаны результаты вполне себе успешной терапии больных раком желудка с амплификацией гена ЦМЕД. То есть вот в этой группе существуют опции и известные для лечения пациентов, и в том числе опции, которые, видимо, появятся в ближайшем будущем. И последний тип, который, как вы помните, составляет около 20%, это генетически стабильный. Он был выделен, так как я уже говорила, по остаточному принципу, поскольку там не наблюдалось ни серьезных хромосомных нарушений, ни каких-то признаков микросателитной нестабильности. Однако там оказалась своя очень интересная история. Это наиболее часто диффузный тип низкодифференцированной адмокарциномы. И очень высокая частота мутации гена РХО. Что такое ген РХО? Это на самом деле гомолог гена РАС. Это такая же ГТФА, хорошо известная по группе генов КЕРАС и НРАС, только работает он не в системе рецептора ИДЖФР, а в системе других рецепторов. Но, собственно говоря, и мутации этого гена приводят к достаточно серьезным последствиям и потенцируют онкогенез в клетке. Надо сказать, что за счет мутации этого гена страдает в основном путь к клеточной адгезии, что вполне возможно объясняет высокую склонность вот этого гистологического типа РАКа к метастазированию. Что нам дает эта информация? Пока мало что она нам дает, потому что на самом деле мутации вот этих генов гомологов РАС были большим сюрпризом. Они не часто встречаются при солидных опухолях. Это что-то, говорят, почти не встречается. При гематологических их иногда выявляются. Ну, наиболее часто описывается при хмл. Для солидных это было не очень известно. Возможно, будет эффект от использования режимов с новыми фторроцилами типа С1. То есть теми, которые не зависят от экспрессии фермента ДПД. Но это пока еще только спекуляции, которые основаны на каких-то предварительных исследованиях в единичных публикациях. Итак, если все вот так вот свести в одну картинку, просто я тогда из-за того, что времени не очень много, не буду повторяться. Мы имеем сейчас по результатам этого исследования 4 отдельно существующих молекулярных типа. Надо сказать, что здесь существует и некая связь с гистологическими формами. Вот здесь вот показано, что рак со стабильным геномом составляет большую часть диффузного рака по классификации Лорена. И существует некоторая связь с локализацией. Так, например, если рак с хромосомной нестабильностью примерно в равных пропорциях встречается во всех частях желудка, то, как правило, нестабильный рак почти не бывает в пищеводо-желудочном переходе. А, например, рак, ассоциированный с Эпштейн-баром, в основном определяется в теле и в пилорис. Но вообще, конечно, сказать, что существует какая-то совершенно строгая связь, конечно, нельзя. И надо сказать, что это является одним из нерешенных вопросов. Вопросов, конечно, осталось много. Нельзя сказать, что эта информация, которая была получена относительно недавно, она ответила на все вопросы, которые задавались. Конечно, пока еще неизвестно, существует ли все-таки действительно четкая связь между молекулярными подтипами гистологии. Если существует, то какими дополнительными нарушениями она обусловлена? Какую роль играет топография опухоли? Определяется ли она какими-то основными молекулярными механизмами или нет? Или какие-то дополнительные механизмы влияют на локализацию опухоли? Почему в этом исследовании не были выявлены этнические и региональные различия, которые прекрасно известны профессионалам? Все хорошо знают, что, например, Европа, Америка болеют чаще проксимальным раком, а, например, Азия болеет чаще дистальным раком. Здесь ничего не получилось. Правда, там азиатских больных было всего 75 человек. Почти из 300 вполне возможно, что группа просто была невелика. И насколько эта классификация будет пригодна для метастатических форм опухоли, это пока тоже неизвестно. Еще раз хочу повторить, что в группу в это вошли больные с локализованными формами опухоли. Поэтому это пока, в общем-то, первичная информация, которая позволила нам, наверное, получить какие-то преимущества. То есть мы получили представление об основных путях патогенеза рака желудка. Стало понятно, что такие находки, как вирус Эпштейн-Бар, как микросателитная нестабильность, они не случайны. В основе их лежат определенные нарушения, которые, собственно говоря, являются такими маркерами данного молекулярного подтипа. Стало понятно, что мы можем сейчас, наверное, предположить биологическое поведение опухоли, исходя из ее молекулярного состава. А также возможно изменится подход к поиску основных маркеров и основных целей для таргетной терапии, как уже для существующей, так и для новой. И это дает нам, собственно, новый какой-то толчок к исследованию. Поэтому вот эта молекулярная классификация, которая, надо сказать, была опубликована только в начале, в конце прошлого года, но в электронном виде где-то в середине, в июле, она, это, конечно, безусловно, это новая ступень. Но это, скорее всего, новая ступень в еще длинном пути, которую придется пройти, прежде чем все более или менее станет на свои места. Спасибо за внимание.